Матрёшка – русский символ семейственности, материнства и фестиваля ремёсел и фольклора «Матрёнина неделя». На одной из площадок праздника в Российском колледже традиционной культуры в Петербурге в рамках фестиваля устроили выставки и мастер-классы по росписи на дереве, по пьемоше и ткани. Матвей Корочкин освоил мстёрскую живопись. Здесь, в колледже, уже пятый год повышает своё мастерство в работе с петербургской лаковой миниатюрой. Он считает, необходимо соблюдать каноны русских техник, которые передаются от мастера к ученику. «Да, это действительно важно, потому что мы продолжатели этого дела. А если, как мы уже говорили, не сохранять традиции промысла, то промысл потеряет себя». В музее колледжа матрёшки, шкатулки и другие декоративные предметы сделаны руками студентов. Они не только копируют изделия в традиционном стиле, но и изучают историю промыслов. Как вот этой, утерянной в 70-е годы прошлого века волховской росписи, где роза – основной элемент. Преподавателям колледжа удалось возродить технику XIX века, жившую по берегам реки Волхов. «Они ездили по этим домам, собирали эти прялки, ещё какие-то другие, соответственно, изделия. И вот изучали стилистику, цветовое решение, композицию». Хоть и нелёгкий процесс обучения в колледже, но многие постигают его до конца благодаря своей усидчивости. Иногда по 10 часов приходится кропотливо выполнять работу. И тут без терпения никуда. «Мне очень нравится роспись, мне нравится работать с тканями, мне нравится процесс создания, то, что можно сначала разработать композицию, которая нравится, потом это ещё выполнить красиво». Всего лишь 90 человек ежегодно поступают на обучение в колледж. И вряд ли им за всю Россию удастся выполнить задачи по сохранению традиций народно-прикладного искусства. Организаторы фестиваля уверены, что народное творчество должно поддерживаться государством. «Нельзя забывать о том, что детская игрушка, эта матрёшка, она же формирует сознание, она формирует менталитет и нравственно-духовный облик человека». В этом году в семинарах, выставках мастеров народных промыслов и концертных программах фестиваля принимают участие и зарубежные творческие коллективы из Турции и Украины. NTD. Санкт-Петербург. Россия.